Дорогие мои зрители, мы приехали из города Милан на поезде в город Гене И отправляемся в порт Для тех, кто едет по моему маршруту, рассказываю Выходите с железнодорожного вокзала, видите памятник Колумба Христофору Колумбу Подходите к нему, поворачиваетесь к нему спиной И идете прямо по улице, которая идет вниз, спускается Вот сейчас мы по этой улице идем Ну, Алла Кошкова, как самый сильный член семьи, тащит чемодан А вот, а я маленькие видеокамеры и фотоаппарат Вот растут деревья прямо в городе с мандаринами Мы подкрепились, набрали мандарины с собой в дорогу И пошли дальше Вот прямо над морским вокзалом, вы видите, уже стоит наш корабль Его издалека видно, он настолько огромный Что нет ни одного дома рядом в городе, который бы превышал его по размерам Дальше все просто Напоминаю, что мы впервые в жизни едем в это путешествие В такое круизное на корабле Но, тем не менее, у нас не возникло никаких проблем Везде все подписано, написано Доброжелательные сотрудники встречают, проверяют документы Выдают карточки пластиковые, которые будут как ключи Ну, я думаю, уже многие из вас знакомы с этим Что практически нигде в Европе уже не осталось Ну, в солидных гостиницах таких железных ключей Везде пластиковые карточки Здесь же на корабле эта пластиковая карточка является не только ключом, но и кошельком То есть она как банковская карточка На нее надо положить определенную сумму денег Нам порекомендовали положить примерно 300 евро Что мы и сделали 300 евро положили на эту карточку И эта сумма и у меня, и у супруги То есть мы этой карточкой можем расплачиваться В случае необходимости, покупая какие-то вещи на корабле Как в шопинге, так и в барах Напитки, коктейли Значит, на корабле все бесплатно Единственное, что за дополнительную плату Ну, я могу ошибиться, если что, поправьте меня Значит, за дополнительную плату спиртные напитки За дополнительную плату, если вы покупаете в баре, например, мороженое За дополнительную плату спа, если вы идете, принимаете Ну, может быть, что-то еще Там есть некоторые спортивные вещи, я дальше вам расскажу Это вот наш номер Приношу свое извинение за то, что практически не снял наш номер Как-то так получилось, что у меня из памяти вылетело Я подумал, что потом мы там приберемся, все поставим Я сниму, но не снял Ну, вот то, что вы видели, несколько секунд вполне достаточно Расскажу, какие бывают каюты на круизных лайнерах Вот сейчас вы видите одну из самых распространенных, популярных кают Называется внешняя каюта с балконом Это довольно-таки дорого То есть это примерно 30-50% плюс к стоимости самой обычной внутренней каюты, в которой расположились мы Есть ли смысл брать такую каюту? Ну, думайте сами Если у вас есть свободные средства, конечно, было бы неплохо Если у вас нет свободных средств, то смысла практически в этом нету Вот я вам показываю Взял из видео, официальное видео данного лайнера Сьюты Ну, это уже для тех, кто располагает большими лишними средствами Может себе позволить и такого типа каюты Там площадь их достигает и 50, и 70 метров И бывают двухуровневые, и так далее, и так далее Почему, в принципе, нет смысла В каюте с окном или в каюте с балконом Если вы экономите свои средства Потому что практически вы там только спите 6, 7, 8 часов сна и все Все остальное время вы находитесь в движении Мы с вами начинаем прогулку по кораблю Все эти прогулки, которые я вам буду сейчас показывать Все эти палубы, о которых буду рассказывать Вот в данном случае это палуба номер 5 Сняты, конечно же, в разное время В течение всего нашего путешествия В течение 7 дней, которые мы провели Во время этого круиза На корабле МСС Меровиглия Поэтому не удивляйтесь, что у нас постоянно меняется Прикид Потому что снят то в один день, то в второй, то в третий А сейчас я все эти фильмы объединил, чтобы рассказать вам о корабле Вот такие висят панно Такие, как телевизоры Они интерактивные, как компьютеры С помощью этих панно можно заказать ресторан Заказать билет на какое-то шоу Цирк веселей Посмотреть программу на завтра Посмотреть погоду Ну и так далее, и так далее Всю необходимую информацию Для путешествия Что у нас на пятом этаже? На пятом этаже Такая обязательная для всех вещь, как рецепшен Что делать на рецепшен? На рецепшен надо узнавать какие-то вопросы Выяснять какие-то проблемы На рецепшене нужно положить денежки на свою карточку Пополнить счет Ну и в конце, когда уже заканчивается путешествие Нужно подвести, как говорится, баланс И рассчитаться С лайнером По своим финансам Такие вот интересные круглые окна И кажется, что вот море прям близко-близко А на самом деле, мы, напоминаю Находимся с вами на пятом этаже корабля Ну, было довольно-таки Море было Довольно-таки большие волны Поэтому вот такое ощущение, что прямо вот они Совсем близко На каждой палубе обязательно присутствует или небольшой ресторан Или бар Где можно выпить какие-то спиртные напитки Заказать там мороженое Покушать И так далее Здесь вот так же на пятой палубе Постоянно звучит Живая музыка В основном это или классика, или джаз Кстати, очень многие музыканты Насколько мы поняли Они или из России Или из Белоруссии И украина Ну, в общем, русскоязычные Потому что мы часто слышали речь Русскую Кстати, и артисты Карди-балета Артисты Шоу Дюсселей Цирки Дюсселей Тоже очень многие разговаривают На русском языке Также Абсолютно не проблема Встретить русскоязычных Аниматоров Официантов Ну, в общем, с этим проблем нет Так как на корабле Много отдыхающих из России И русскоязычных стран И стран бывших СНГ То, в общем-то, здесь обеспечено Общение на русском языке Если вы не владеете Каким-то другим языком Поэтому не переживайте Сейчас мы с вами рассматриваем Лестницу Сваровский Их несколько этих лестниц Они соединяют Пятый, шестой и седьмой этаж С двух сторон Конечно же, это одно из любимых мест Для женщин, для семей Для фотосессий Здесь все стараются Сфотографироваться на этой лестнице Совершают променад Выгуливают, как говорится Свои платья Итак, мы на шестой палубе Деск Намба Секс Это основная палуба Она двухэтажная Вот Мы сейчас идем с вами По шестому этажу По шестой палубе И видите Над нами еще Седьмая палуба Здесь расположены Магазины Кафе Рестораны Здесь происходит Ну, наверное Основной променад На корабле Здесь все Вечером Одевают платья И гуляют 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 По магазинам Выпивают Такая вот интересная Штуковина Возле Шоколадного Большого шоколадного Магазина Даже не магазина Наверное, фабрики Потому что там не только Продают Но и Изготавливают шоколад Прямо тут же На твоих глазах Изготавливают Ну и конечно же Продают Вот всякие Подделки с шоколадом Из белого Из черного Честно скажу Я ничего не купил Ну, во-первых Я небольшой любитель шоколада А во-вторых Цены мне показались Показались довольно-таки Высокими Мы с собой взяли Три шоколадки Аленки И все три Их вернули обратно домой Ну, в общем-то Не хотелось есть шоколад Потому что с едой Здесь проблем нет А, да, вру Одну шоколадку Мы подарили Американской паре Которые сидели с нами За столом Вот такое происходит Тут движение Движуха С утра до вечера А что еще на шестом этаже? На шестом этаже Вечером происходят танцы На шестом этаже На шестом этаже Находится большой ресторан Где мы Обедаем и ужинаем Ну, обедали мы только один раз А вот аниматоры Здесь развлекаются Аниматоров много И они Их задача Развлечь публику Отвлечь их от всяких мыслей Вот стоит Аниматор наверху Девушка Аниматор внизу Там вроде типа красит Аниматор сверху Роняет мешок С мусором На проходящих мимо Вот аниматоры Нарядились В всевозможные костюмы Развлекает Фотографируется Вот аниматоры Моряки Это какой-то был День моряка Что ли Или День пирата Как-то так назывался Есть тут детский глуп Или детский садик Как он правильно называется И вот дети подготовили Некую программу И прошли таким Парадом Я сделал В ускоренном темпе Потому что Ну Не хочу долго Вас отвлекать Ваше внимание Очень много съемок У меня в ускоренной Потому что С одной стороны Хочу оставить А с другой стороны Не хочу отвлекать Долго Ваше внимание Вот сейчас Мы стоим На седьмом этаже И смотрим вниз На шестой этаж На шестую палубу Также здесь Несколько раз в день Проходит На большом Вот этом экране В большом Таком телевизоре Скажем Потолок телевизор Площадью 480 квадратных метров Как говорят Самый большой В мире Потолок На корабле По крайней мере Происходят Всевозможные Действия Такие мультики Что ли Скажем Они интересные Они прикольные И опять таки Делаю их В ускоренном темпе С одной стороны Хочу показать А с другой стороны Не хочу отвлекать Ваше внимание Здесь Порядка 5-7 Я видел Действия Различных Мультиков Ну самых разных На самую Разную тему Это бывают Мультики Это бывают Какие-то непонятные Космические лучи Такие завихрения Абсолютно непонятные Бывают Фотографии Потолков Музеев Храмов мира Потом Было Парк юргского периода Сейчас Чуть попозже Вам покажу Когда Наверху Происходят действия Рассказывающие О эпохе Или Парены На планете Земля Когда царили Динозавры И когда Они гуляли Ели Пальмы Там Листья И так далее Потом Вроде как Прилетел Огромный Метеорит И Наступил Наступило Всеобщее Похолодание И они Вымерли Когда Происходит Это действие На потолке Все вокруг Замирает Все выходят На центр Шестой палубы Фотографируют Снимают Смотрят В конце Аплодируют Каждое Такое действие Длится Примерно Три минуты У меня Их Снято На целый Час Всевозможных Таких Экранных Мультиков На потолке Не буду Отвлекать Вас Долго Так Небольшими Кусочками Я вам показываю Общее представление Вы имеете А кому Будет интересно Сами Поплывете На корабле И все это Посмотрите Своими глазами Это же намного Интереснее Чем смотреть Фильм Ну что еще Рассказать Пока Вы смотрите Вот сейчас Парк Юргского Периода Идет На потолке Расскажу Про Отвечу На несколько Вопросов Которые У вас Сто процентов Возникают Кто не был Еще в Круизе И Вопросы Были у меня Например Дресс-код Мы очень переживали Что мы будем Не соответствовать Дресс-коду Европейскому Потому что Мы Не из породы Таких Модных Семей Но тем не менее Оказалось Что в общем-то Довольно-таки Демократично Брюки Рубашка Даже можно Без костюма Ну и Платье Абсолютно Достаточно Мы продолжаем Наше путешествие По кораблю Корабль Настолько Огромный Настолько В нем Много Помещений Что Конечно же Я не смогу Вам рассказать Обо всех Помещениях Абсолютно Я расскажу О тех Основных Где В общем-то Тусуется народ Где бывал Я неоднократно И что Могу Вам показать Сейчас Мы гуляем С вами По променаду Но уже На седьмом Этаже Это вот Английский Пап Здесь можно Попить Вкусного Пивка Разливного А это Спа Сами Здесь Не был Но Показываю На основе Небольшого Отрывочка Взятого Из официального Фильма Представленного Компанией МСК А это Казино В казино Мы были Погуляли Походили Посмотрели Здесь огромное Количество Одноруких Бандитов Как их называют Здесь конечно же Есть рулетки Вот Но там где рулетки Мне Снимать Запретили Увидели Камеру Сказали Ноу 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 Ну Я понимаю Мало ли Может там Выиграли Большие деньги Честно говоря Супруга Мне предлагала Говорит Давай Дурака Мол Везет И Раз в жизни В день рождения Вдруг тебе повезет Ну и отказался Причем Отказался Не потому что Жалко было Денежку А Так скажем Наоборот Я очень боялся Что вдруг Выиграю И не дай бог Это понравится Шучу Вот Мы поднялись Сейчас на самую Верхнюю палубу На 18 этаж Это Верхние палубы Это мои любимые Палубы Потому что Здесь есть доступ К открытому воздуху Здесь можно Постоять С обдубаемыми Ветрами Посмотреть На море На горизонт На солнце Восходящее На солнце Заходящее Здесь в основном Детские Спортивные Учреждения Вот есть Такие Два автомобиля Стоят Формула Один Где можно Полностью Почувствовать Себя Водителем Этого болида Ну и как всегда Игрушки Для детей Стрелялки Водилки И так далее Вот это Кинотеатр 4D Там внутри Сидят Четыре человека Смотрят какой-то Фильм По всей видимости Тоже со стрелялками Я честно говоря Не ходил Даже есть Небольшой боулинг В две дорожки Полчаса По-моему 30 евро стоит 16-я палуба 15-я 16-я Вот 15-я Это где бассейн 16-я Где мы стоим Наверное Самые мои любимые Палубы Верхние палубы Где Видите Открытый воздух Здесь мы будем Будем купаться Будем купаться В бассейне Будем купаться В джакузи Об этом Будет Обязательно Следующий Мой рассказ И более подробный Вот замечательное Развлечение Для ребятишек Наверху Такие веревки Тарзанки Детей Привязывают К страховке Да я видел Даже кстати Взрослые ходят К страховке Они ходят По этим Веревочным лестницам Ну а вот я Собственной персоной Отдыхаю Разморило меня На солнышке Солнечная погода Была Несколько раз Но так полежать Нам удалось Всего один раз Потому что Мы же каждое утро В 8 утра Приезжали На какой-то город Путешествовали Ходили И только поздно Ночью Возвращались домой И только один день Когда мы плыли От Мальты До Барселоны У нас был полностью Морской день То есть мы плыли в море И вот именно В этот день Нам удалось Вот так просто Безмятежно Поваляться на палубе Мы встречаем Заход солнца Заход солнца Вообще чудесное явление Я очень люблю Заход и восход солнца Но в море Это Вообще чудесно Поздно вечером Мы тоже выходили Перед тем Как лишь спать Выходили на палубу Посмотреть Какова погода И вот я сейчас заснял Ситуацию Когда был очень сильный ветер Мы даже немножко Испугались Выскочили И побежали Обратно Возможно на этом корабле Еще раз повторю Возможно Потому что мы Люди не очень Спортивные Мы больше веселые Чем спортивные Мы не ходили Спортивный зал Мы не таскали гири Не поднимали тяжести Не делали сальто Даже не играли в футбол Но тем не менее Для тех Кому это интересно Мы обязательно Вам покажем Все что мы нашли На этом корабле А корабль Еще раз повторю Настолько огромный Что может быть Даже что-то Мы и пропустили Для начала Хочу сказать Что наше путешествие Состоялось В январе 2018 То есть Вот только-только Закончилось Это я почему говорю Что первые свои фильмы Я по своей Глупой голове Подписал Январь 2017 Года Ну так На всякий случай И так Конечно же Спорт на корабле Начинается с бассейна И с ванны Джакузи Сейчас мы В теплой ванне Мы встали утром Рано часов 6 И когда еще Никого не было Мы побежали Конечно Ну мы так думали Думали да Что никого нет Потому что Китайцы уже бегали Правда Никто не купался Китайцы как-то С опаской Смотрят на эти ванны И с ужасом Смотрят на нас Здесь вода Очень горячая Нам показалось Хотя написано Было 37 градусов Но нам показалось Все 40 Наверное Ну да В закрытом Было тяжело Даже купаться И вода была Морская Такая соленая И когда она горячая Это прям Поэтому Немножко Здесь конечно Насладились Ну надо попробовать Все попробовать Скажем По секрету Что в этом Закрытом бассейне В закрытых джакузи Их тут 2 штуки По-моему Или 4 Вообще бассейны Мы насчитали 4 На корабле Таких не очень больших А джакузи Ну тяжело сказать С учетом того Что в некоторых Номерах Сьют Собственные джакузи То наверное Тут 50 В общем не будем считать Не наше это дело И вот мы сейчас В открытом бассейне На 15 палубе Довольно таки Большой бассейн Он так и состоит Из двух частей А главное Он под открытым воздухом То есть Смотришь звезды Или солнце В зависимости от Время суток Ночью кстати Бассейн закрывают Сеткой Такой рыболовной Чтобы ловить Я так понимаю Русских алкоголиков И вот сегодня Да мало русских В основном И вот 2018 год 16 января Скажу вам про секрет Только никому не рассказывайте Это очень страшный секрет Это у Кота День рождения Да Вот мы с утра пришли И вот так начинается День рождения Да Бебеды Тую Бебеды Бебеды Тую А я Я играю На горнушке Утроножки На виду К сожалению Мы в день рождения Только раз Мы сейчас можем себе Мы сейчас можем себе Сделать день рождения Почаще Вот Кстати Это день рождения У нас прошел Как я уже написал Там на острове Сицилия Вот И вы видели Вдали горы На заднем плане Мы подплывали Как раз к Сицилии И конечно Весь день рождения Мы прошли на ногах Прошли там Километров там 10 Может 15 По Сицилии Пешочком Прогулялись По Палермо Конечно Столица Сицилии Сицилия Сицилия Конечно же Намного больше Чем просто Город Палермо Но Я думаю Мы сюда еще вернемся Потому что Сицилия Нам очень понравилась Посмотрите Какие скалы Они скалы Чего стоят Они нам напомнили Нашу любимую Шотландию Нашу любимую Норвегию Мы очень любим Вот эти просторы Ну ладно Об этом потом Об этом будут Отдельные фильмы О каждом городе остановки Где мы будем О каждой достопримечательности У меня будет Будет отдельный фильм И обязательно Обо всем этом расскажу А сейчас В этом фильме Мы рассказываем Как здорово На этом корабле Заниматься Если не спортом Хотя бы Физической зарядкой Можно утром пробежаться Здесь есть беговые дорожки Я никого не видел На велосипедах Но даже В рекламе было написано Что Там не только беговые Но и велодорожки Но ни одного идиота На велосипеде Я не видел Слава Богу Как видите Здесь люди Учатся танцевать Прямо возле бассейна У меня будет Целый отдельный фильм О том Как люди танцуют По вечерам Танцуют танго Танцуют вальс Танцуют Быстрые Быстрые танцы Это будет отдельный фильм Здесь у нас про спорт Есть большой спортзал Здесь всякие Железяки Которые таскали люди Мы смотрели на них Завистью Супруга моя Локошка Постоянно меня впихала Подпихивала Иди Мол тоже потягай Но я так подумал Подумал Сорву спину И путешествие будет испорчено Ну что вам сказать еще Здесь вот есть Целое футбольное поле Мини футбол Который преобразуется Очень легко В поле для волейбола Замечательные Конечно Организаторы Этого Огромного корабля Лайнера Потому что они ушли Все интересы И молодежи И стариков Не уходите далеко Наше путешествие Продолжается Сейчас дорогие мои зрители Мы с вами Приступим к самому вкусному Самому интересному Для многих из вас Я же вынужден признаться Что для меня Тема питания Ресторанов Кафе Не является очень интересной К сожалению Ну на это есть причины Ну например Я не могу Долго Так С чувством Со вкусом Кушать Ну так получилось По моей жизни Что я Любой прием пищи Три-четыре-пять Блюд Могу легко Сесть за одно-две минуты Ну за три минуты Супруга моя Лакошка Ест немножко подольше Ну секунд на 30 Наверное подольше Ну Из-за этого Складывается такая ситуация Что если ты что-то Не очень любишь То это очень тяжело снимать Поэтому я прошу Прощения У гурмаров Которые смотрят меня Я могу что-то снять Не очень красиво Хотя я очень старался Честное слово Итак О питании На корабле Кормят замечательно С моей точки зрения Абсолютно нет никаких претензий Ну Все дают И рыбу И морепродукты И всяких раков И всяких Каких-то Не знаю Нам синих штук давали Забыл как называется Алла Не помнишь как называется Там какие-то пельмешки А внутри было Не Не пельмешки Это вот эти вот Какие-то каракатицы были А Ну каракатицы Да То ли синие каракатицы То ли черные каракатицы Ну я хочу сказать о том Что в принципе Дают все Значит сразу Предупреждаю любителей спиртного Что спиртное Здесь надо Или покупать Отдельную специальную карту Или покупать Каждый раз Приходя на ужин Завтрак Обед Покупать отдельно Спиртные напитки Спиртные напитки Стоят дорого Ну в общем-то Относительно дорого Я думаю Так же стоят И в хороших ресторанах Москвы Эти же бутылки вина Например Бутылка вина Стоит примерно От 20 до 25 28 евро В среднем Ну больше ничего Другого мы не покупали Шампанское Стоит порядка 30-40-50 евро Опять-таки Зависит от Конечно От качества Вот сейчас Вы видите Нам подарили Бутылку шампанского Узнав Что у меня День рождения Презентовали Вот такой подарок А потом Неожиданно Погас свет Мы подумали Все Началось И правда Началось Все Полностью Официанты Этого огромного Ресторана А там я не знаю Сколько сидит В этом ресторане Наверное Посадочных мест Тысяча Может полторы тысячи Просто Стадион Какой Вышли С огромными Тортами Вот Потом дальше Я выключил камеру И категорически Отказываюсь Отключать этот сюжет В кино Потому что Вот эти все торты Которые вы видели Их штук 20 было Все одели мне на голову В честь дня рождения Я был бы весь перемазанный Потом Три дня меня Локошка отмывала Но Зато был очень веселый День рождения Итак Что же там дают Дают фрукты Дают мороженое Если вы хотите Мороженое купить в баре Это будет за деньги А так В ресторане Его иногда дают Очень много фруктов Дыни Арбузы Ну и так далее И так далее И так далее Значит Есть и демократичный способ Покушать Для тех Кто торопится А мы часто торопились Рано утром Потому что Нужно было бежать в город На экскурсию На 15 этаже Вот с этого у меня И начался мой фильм Находится буфет Туда можно приходить Извиняюсь за выражение Хоть в трусах Обмотавшись полотенцем Так многие делали И кушать А вот на 17 этаже Находится бар Который нам очень понравился Тихий Играет живая музыка Здесь очень приятно Провести время Не уходите далеко Наш путешествие продолжается Итак Чем же Занимаются люди Которые плавут На этом большом Городе корабле Напоминаю Что плывем мы В январе месяце А это конечно же Не сезон Для Средиземного моря И большинство людей На мой взгляд Все же были Пенсионного возраста Предпенсионного И Послепенсионного возраста То есть Люди в возрасте Конечно Кто-то Занимается спортом Кто-то Приятно проводит Время в баре Кто-то просто Ходит туда-сюда По шестому Этажу По шестой палубе Но очень много Людей танцуют Вы знаете Невероятное количество Людей Танцуют И причем Танцуют Очень неплохо Нам было даже Немножко неудобно Причем видно было Что люди танцуют Не просто так А они где-то Учатся У них есть Какие-то Отработанные движения Мы же Нигде не учились И не танцевали Уже лет Тридцать Наверное Но тем не менее Рискнули Вы уж Извините нас Если мы там Выглядим Не ахти На фоне других Но по крайней мере Время провели Приятно И поставили Все галочку К следующему Путешествию Надо подготовиться Надо поучиться Об этом фильме Я вам покажу Все о множестве В танцевальных Номерах Чем тут занимаются И молодежь И люди в возрасте И как они Учатся Этому делу Итак смотрите Не буду вас отвлекать А впереди В следующем фильме Нас ждет Наверное Самое интересное Я вам покажу Какие тут шоу И в том числе Цирк Дюсселей Субтитры сделал DimaTorzok 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 В этом фильме я расскажу вам о цирке Дюсселей на корабле На нашем круизном лайнере Мировиглио Это единственный лайнер в мире На котором постоянно Два-три раза в день Проходит представление цирка Дюсселей Специально был оборудован зал в сотрудничестве с этой компанией Дюсселей Специально именно для этого цирка Там трудились инженеры, звука, видеоинженеры, чтобы создать красивое шоу Несмотря на то, что корабль все же ограниченное помещение Им это удалось Зал небольшой Рассчитан примерно на 450 человек Есть места, где просто сидишь И тебе дают еще бокал с коктейлем А есть места для ужина Если вы вначале внимательно посмотрели Если кто не посмотрел Прокрутите назад На стенде мы покупаем эти билеты Стоимость их 15 и по-моему 30 евро 15 это просто билет с бокалом коктейля А 30 это билет на цирк вместе с ужина Мы посмотрели оба представления Нам показалось, что в принципе цена 15 евро не очень высокая Представление длится недолго 40-45 минут Как и все представления у этого замечательного цирка Дюсселей Цирка Солнца Они очень яркие Они очень красивые Очень музыкальные Насыщенные цветомузыкальными С возможными решениями Они все напоминают какую-то красивую детскую сказку Мне конечно же не хватило немножко объема Скажем так То есть вот как придешь покушать Хочешь кушать А тебе ставят тарелки перед тобой с маленькой порцией Порция вкусная, замечательная Ну выходишь и думаешь Еще бы три таких порции съел Ну так примерно было и с цирком Дюсселей Замечательный цирк Здорово посмотрели Получили эмоции Поаплодировали Поотбивали ладошки Нашим гимнастам Очень много кстати циркачей Из России Ну вот Не хватило Хотелось бы что-то еще побольше Перед началом выступления Вот вы как видите Ну не знаю как это называется правильно У нас это говорят в России разогрев Да В первом представлении Выступали с классической музыкой Выступала скрипачка Здесь вот выступает замечательная джазовая певица Пока зрители рассаживаются Готовятся к выступлению И все представление Этот художник ищет Вот эти образы Которые он нарисовал Ну это мое такое понятие Я не ставил своей целью Показать вам эти выступления полностью Ну во-первых Цирь Дюйс Али Это не разрешает И было объявление о том Что не рекомендуется Или там запрещено Я не знаю Мы плохо знаем язык Запрещено снимать Поэтому видеокамеру Я в принципе отложил Снимал только музыкальное Вот это вот начало Разогрев А потом я как и многие другие Возможно с нарушениями определенными Я снимал все это дело смартфоном И вот такими небольшими нарезочками Я хочу вам показать Просто красивое шоу А кому интересно посмотреть целиком Все представление То конечно же Это надо смотреть своими глазами Ощущать своими чувствами и фибрами Это не какое видео Даже самое хорошее Даже снятое целиком Не сможет заменить Ощущение шоу Цирка Дюйс Али Здесь надо находиться в зале Обязательно Желаю вам приятного просмотра Непосредственно на корабле Приятного путешествия Если у вас есть вопросы Спрашивайте Я обязательно отвечу каждому из вас Не уходите далеко Наше путешествие продолжается АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня дорогие мои зрители Я наверное заканчиваю рассказ Об этом большом красивом круизном лайнере Который занимает Кстати первое место в Европе По своим размерам И если не ошибаюсь Четвертое место в мире Огромный красивый город лайнер Где можно отдохнуть Где можно вкусно покушать Где вы спите А тем временем ваш отель По волнам движется из города в город По красивым Красивейшим городам Европы Замечательный отдых Ну Может быть некоторые считают Что это очень дорого Согласен что не дешево Но если вы это купите Вне сезон То это будет По моему мнению Совсем недорого Если брать в расчет То что вы двигаетесь Передвигаете Живете в замечательном отеле Вас кормят Поют Вас развлекают целый день И вот сегодня рассказ В этом последней части О лайнере Я вам расскажу О ежедневных шоу Которые проходят На этом корабле Здесь есть большой театр Бортвей театр В котором 985 посадочных мест Каждый вечер После ужина Сюда собираются Пассажиры Отдыхающие Туристы И смотрят Каждый день Новое шоу А даже по моему Разок было Когда за вечер Показывали два разных шоу И каждое шоу Великолепное Замечательно поставлено С отличным Светом Цветом С всякими эффектами Звуковыми И так далее Я получил Колоссальное удовольствие И супруга моя Лакошка тоже И мы вспоминаем Самыми теплыми чувствами Эти шоу И вы знаете Может быть даже Я когда нибудь Поеду снова В этот круиз И процентов На 50-60 Это решение Я приму За счет того Что буду смотреть Каждый вечер Вот такие шоу Здесь в этом фильме Конечно я не буду Показывать вам шоу Целиком Это практически невозможно Ну и неинтересно будет Я вам покажу Фрагменты Небольшие фрагменты Небольшие эпизодики Тех шоу Которые мне удалось Здесь увидеть Кстати Один день Самый первый Мы еще не знали Про эти шоу И вечер Как-то прошел сумбурно Мы только-только Поселились В этот город Лайнер И ходили еще Осматривались Ходили Поднимались На верхнюю палубу Потом усталые Легли спать И не посмотрели Это шоу О чем мы сейчас Очень жалеем Ну Какие наши годы Молодые Мы еще обязательно Вернемся Посмотрим К этому времени Может быть Будут еще Новые шоу А вы Зрители Посмотрите И принимайте Сами решения Надо ли вам Отправляться В плавание На этом корабле Или не надо Значит Еще что я хотел сказать Я хотел сказать Что Имейте ввиду Что все вот эти шоу Которые я снимал И вообще все съемки Которые я провожу На корабле Я снимаю без штатива У меня не было С собой штатива Все эти съемки Я снимаю с рук Поэтому конечно же Это очень Очень сложно Кто снимает Видеокамеры Он знает Поэтому приношу Свои извинения За небольшие Колебания камеры Без этого Никак не обойтись Во первых Это вечер Во вторых Это после ужина Как правило После выпитой С супругой Бутылки вина Плюс корабль Покачивает Кстати о качке корабля Многие уже спрашивают И хочу вам сказать Значит не бойтесь качки Мы с супругой Абсолютно не космонавты Нас сильно укачивает Если мы плывем Где-то на море На лодке Укачивает Настолько сильно Что не буду Рассказывать О последствиях Мы плыли С большой опаской Мы поехали В этот круиз С большой опаской Запаслись Двумя пачками Лекарств Определенных Но они нам Не пригодились Чтобы описать Физически Какая качка Происходит А пару раз У нас был Довольно-таки Сильный шторм Выходили мы На верхнюю палубу Смотрели вниз А там Колбасило Не по-детски Волны Брызги были И на пятом этаже Когда мы сидели В паре Брызги долетали До окон Пятого этажа Вот такие были волны А ощущения На корабле Я вам сейчас Попытаюсь Писать На очень хорошем Примере Я думаю Сто процентов Среди вас Дорогие мои зрители Когда-нибудь Ездили на поезде Но это Не исключено Это и метро И электричка И просто Поезд Дальнего следования И вот вспомните Когда вы едите В поезде И идет такое Покачивание Тук-тук-тук-тук Тук-тук-тук-тук Вправо-влево Вправо-влево Когда вы идете По коридору В поезде Вас тоже Немножко покачивает Так вот На корабле В шторм Было Это покачивание Но Тише Чем на поезде То есть Если Предположить Тот же вариант С поездом То это примерно Как поезд Идет по хорошей Железной дороге День будет Москва Санкт-Петербург Со скоростью Там 50-60 км в час То есть Вы чувствуете Вот это покачивание Но оно не убалтывает Вас И не укачивает Слава Богу Поэтому Смело езжайте Не бойтесь Впереди с собой Детей На корабле Было огромное Количество Ребятишек Несмотря на то Что это был Не сезон Ходили С детьми Даже грудными В колясках Были Кстати На корабле И инвалиды Которых Возили Сопровождающие На Специализированных Этих Креслах Колясках И здесь Они в зале Сейчас сидят И смотрят Эти представления Поэтому Не бойтесь Отправляйтесь В путешествие Это здорово Это замечательно И не уходите далеко Наше путешествие Продолжается